Но еще одна статья расходов родителей – это учебники. Сейчас в Госдуме рассматривают вопрос о ведении единых учебников, в том числе и по русскому языку. Что происходит с великим и могучим сегодня? И нужны ли перемены? Обсудим с гостем доцентом кафедры филологии Тюменского областного государственного института развития регионального образования Еленой Медведевой. Елена Георгиевна, доброе утро. Доброе утро. Ну что, сразу возникает вопрос, надо ли менять? И нужен ли нам так этот самый новый учебник по русскому языку? Изучение русского языка, средство обучения и развития мышления, конечно же, прежде всего направлено на совершенство некоммуникативной компетенции. И учебник сегодня – это не свод правил и упражнений, это путеводитель в мир лингвистических и личностных открытий. И поэтому сегодняшний учебник насыщен прежде всего заданиями, связанными с развитием речевой деятельности. Развивая речь, ребенок учится думать, рассуждать, мыслить. А все задания, направленные на развитие связанной речевой деятельности, они, конечно же, строятся на тексте. Потому что воспитывать нужно прежде всего на живом, устном и письменном языке. С литературные тексты там будут делать совсем. Обязательно, это должны быть художественные тексты. Эти тексты могут быть из различных научных областей. Поэтому строятся задания на текстах межпредметной направленности. Мне казалось, что это больше стилистика. Нет, вот именно что. Понимаете, можно ведь говорить о всех лингвистических средствах в любой области. Неужели нет прилагательных для того, чтобы описать опыт, например, физики. Это тоже текст. И поэтому обращение прежде всего к тексту. Значит, это межпредметная направленность. Это, конечно же, изобилие творческих заданий и заданий, направленных на правильную деятельность. И сегодня еще обязательно это сопровождение электронное. Это диски, это ссылки на образовательные интернет-ресурсы, которые позволяют расширить лингвистическое пространство. Сегодня школьнику должен получить учебник не столько носитель информации, сколько навигатор. Это энциклопедия своеобразно получается, да? Вы знаете, да, и появляются рубрики такого энциклопедического характера. Ну, понятно, что где-то связаны с лингвистическими особенностями нашей речи, с языком, с историей языка. И, знаете, еще очень важный момент, еще одна особенность учебника – это понимать. То есть содержание структуры должны быть построены таким образом, чтобы изучал не для запоминания, а для понимания, для применения в практике, в ситуации речевого общения, конечно же. Но ведь язык сам тоже ведь меняется. Он пластичен, появляются новые языковые нормы. Кто-то раньше говорил, кофе, так сказать… Он мой. Он мой сейчас, оно мое, и так далее, и ударение тоже. Вот мы как-то упрощаем жизнь тем самым. И почему мы упрощаем жизнь? Или это само по себе как-то происходит с языком? Может быть, все-таки от того, что все сложнее, так сказать, подрастающему поколению учить язык? Учить. За словарем сидеть, ударение заучить, как мы раньше это делали. Что происходит? Понимаете, вопрос изменения нормы языка, он больше связан и с самим языком, а не с методикой обучения. Ведь мы изучаем свой предмет на современном языке, на живом языке, на современной языковой ситуации. А носителем языковой ситуации это является ведь не только школьник, это все наши современники. И вы знаете, результат это у исследований современной речи, да, показывает, что не только школьники, но и взрослые с разным уровнем образования допускают одни и те же ошибки. В связи с этим припринимаются какие-то решения. Да, и поэтому мы-то, конечно же, школа, и в том числе я считаю, что за это в ответственности все мы взрослые, да, чем бы мы ни занимались, должны учить нормированному, учить нормированному литературному языку, как вы правильно сказали, великому и могучему, ибо это основа национальной культуры. Зачем тогда нам менять учебник, если можно поменять подход, ту же самую методику образования, например? Вы понимаете, оно все очень взаимосвязано. Во-первых, мы же не можем, конечно, мы можем, но стоит ли и вызовет ли это интерес говорить о тех или иных лингвистических открытиях, будем так говорить, потому что у ребенка это происходит лингвистическое открытие на текстах содержания, ну, например, про октября, про пионеров, потому что у них немножко другое детство. Восприятие другое. Для наших маленьких детей, да. А вот нет ли такого риска, что новый учебник будет, ну, так сказать, подогнан, что ли, ну, для того, чтобы сдать, было проще сдать вот государственную итоговую аттестацию? А потом забыть. Просто, чтобы было легче все и проще сдавать. Тестовые все эти нормативы пройти и так далее. Вообще, вот подготовка к государственной итоговой аттестации, она, конечно, должна, прежде всего, ориентироваться на требования федеральных государственных образовательных стандартов. И сегодня учебники создаются под эти, прежде всего, требования. И вот если мы с вами говорим о том, что учебник будет построен на текстах интересных ребенку, он будет понимать, что вот эти лингвистические средства мне нужны в ситуации общения, в практике, ну, в моем личностном росте, то такая нам опасность вообще не грозит. Но мы должны понимать и следующее, что эффективность учебника заключается в следующем. Он должен готовить как предметным умением, да, так и развивать коммуникативные, да, умения. Потому что экзамен сдать – это предметное умение, а пользоваться всеми лингвистическими знаниями, полученными средствами того же учебника в повседневной жизни – это уже коммуникативно. Надеемся, что так и будет. Да, и перспективы есть нашего учебника. Вот эти учебники сегодня уже и появляются. Лена Горбина, желаем вам познавательного утра и спасибо вам за беседу. Спасибо вам. Большое.